Наверняка вы видели на просторах Тамриэля игроков, которые ходят в полиморфе скелета. На первый взгляд кажется, что у них такое чувство юмора, и надевают они его сугубо ради того, чтобы поржать. Однако с этим полиморфом все не так просто. На самом деле он может даже улучшить ваш пользовательский опыт в ТСО. А каким именно образом, вы узнаете в этом видео. Хауди, меня зовут Ральзей, а это видео было подготовлено совместно с Максом Андерхиллом. Чай и вкусняшки тащить к экрану вашего устройства, наверное, не стоит, так как видео будет достаточно коротким. Ну, собственно, устраивайтесь поудобнее, и я начинаю. Суть данного полиморфа заключается в том, что он повышает вам фпс, а реализуется это за счет того, что моделька сама по себе очень старая. Даже явно сделана не под стандарт 2014 года, когда вышла игра. Сама даже текстура выглядит очень мыльно, а о количестве полигонов и говорить не приходится. Моделька технически выполнена весьма оптимизирована для слабого железа, что обеспечивает порядочный прирост фпс. А если еще и каждый член вашей группы экипирует данный полиморф, то шансы на успешное закрытие трефекта, то есть хардмода, неумирайки и спидрана весьма сильно увеличиваются. В том случае, если у кого-то в команде очень старенький и слабый компьютер. Я крайне рекомендую владельцам не самых топовых систем носить этот полиморф в триалы, а если все совсем плохо, то даже в данжи. У Макса вот железо слабенькое было раньше. Мы с ним бегали в контент и он постоянно надевал этот полиморф, чтобы повысить свой фпс и снизить вероятность на пролаги, фризы и, что еще хуже, краша игры от нехватки системных ресурсов. И это действительно работало. Поэтому, если вы испытываете проблемы с фпсом, обязательно получите данный полиморф. А как конкретно это сделать? Сейчас покажу. Первым делом нам понадобится попасть в локацию Шэдоуфен. Зосы зачем-то перевели его как Тинитоп, но мы же, как старые игроки, привыкли к нормальным названиям и продолжаем называть его Шэдоуфеном. Так вот, в этом самом Шэдоуфене нам нужна деревушка, которая называется Застойная деревня. Первая ассоциация у меня произошла с главным офисом компании Xenimax Online Studios, которая сделала всеми известную нам игру «Древние свитки по интернету». Уж с идеями, куда двигать эту игру, у них действительно беда. Поэтому локация Застойная деревня у нас будет называться «Главный офис Зосов». Так вот, мы приходим в «Главный офис Зосов». Далее ищем Рича Ламберта, главного геймдизайнера ТСО. Точнее, вождя данного племени, непися с именем Ворш Сулак. Далее идете по квесту. Ничего сложного в нем нет. Как и в целом в каждом квесте в этой игре. Спойлеров я буду избегать, так что не бойтесь, что узнаете историю главного офиса Xenimax Online Studios. Далее у вас будет два выбора. Вне зависимости от того, что конкретно вы выберете, вы все равно получите данный полиморф. Экипировать же эту дуру вы можете, открыв вкладку «Коллекции», далее «Внешность», «Образы» и выбираем скелета. Теперь вы слегка увеличили шансы, что не подохнете во время пролага или фриза во время прохождения контента, если ваш компьютер очень слабенький. Теперь же ваша задача склонить ваших боевых товарищей к прохождению данного квеста, чтобы ходили в данжи или триалы, будучи экипированными в полиморф скелетов, тем самым повышая общий фпс для того человека, у которого самое слабое железо. Соответственно, если есть таковая потребность. На всякий случай напомню, что в игре есть тоже полиморф скелет, но уже гораздо с большим количеством полигонов, которые можно получить за выполнение достижения Темного Братства, на устранение указанных целей, излетание крови. Благодарю вас за просмотр, лайки и ваши комментарии, а также тем, кто уже поддерживает канал материально. Сделать это можно по ссылке в описании. До следующего ролика лапки. Покеда.